Добрый день. Сегодня 17 февраля. Белёзки стоят. Сегодня прохладно. Сейчас посмотрю сколько время, да и время и температура. 14 градусов, 15,56. 4 часа дня. Вот вышел с аптеки. Как-то прохладно. 17 градусов было теплее. Ну ветерок, потому что он сразу же остужает всё, этот ветерок. Идём. Не знаю, я хотел по лесу прогуляться, но тут до леса далеко. Хотя мы можем вон там дорогу перейти и в сторону аэропорта пойти. По лесу. Тут у нас контора скандальная. Валберис. Ну как скандальная. Смотрю я. Где-то всё пишут про неё. Работники там плохо живут. Это вот Королёва 5. И то вон. Тоже Королёва. Только не знаю какая. Какая Королёва-то. Это 5. Вон дети там играют. На кучах лазают. Тут хорошо. Ветра нету. Сейчас посмотрим, что там дети. Как там они лазаются. Дети, привет. Как дела? Гуляете? Осторожно, там может обвалиться вот эти вот кучи. И прям на вас задавить. Не лазьте там. Вот она видишь, куда пошла. Выводи её оттуда. Нет, она полезла туда наверх. Дети, осторожней там. Вот так это всё выглядит у нас. Кстати, тут ветра нету. Самолёт полетел. Уждательненький такой. Какой-то суперцет. А где тут дорога? Обычно она была. Тут её всё уже. Закрыли. Из-за погодных. Ладно, мы, короче, вот так обойдём. И по той стороне леса, солнечной стороны пройдётся. Ветра там не должно быть такого сильного. Потому что ветер северный. Вон, аэропорт Магадан. Направо. Машинки всякие уезжают. Что-то я сидел-сидел дома. Смотрю. Солнечная погода. Дай-ка я выйду. Хотя я вышел-то по делу. У меня магазин. В магазин надо было. Вот сейчас в аптеку зашёл. Вон даже алтар видно. Хорошо проглядывается. Солнце освещает его. В самолёте... А, вертолёт вон летит. Он сейчас будет над нами пролетать. Крейсерская скорость быстро летит. На 13-й километр. Он сейчас будет возле столба пролетать. О, вот он столбом пролетает. О, вот это вот... Магадан трудовой... Город трудовой доблести. Поменяли, кстати, вывеску. Раньше тут было написано Аэропорт Магадан. Имя его Шоцкого. Как-то так. Вахтовка стоит. Вон вертолёт пролетел. Вон вертолёт пролетел. Но нам не привыкать. Кстати, мы можем на ту сторону перейти. По этой стороне идти. Чтобы не видно было. Транспорт. Эх, а тут ветер, блин. В Син России. Зэков возят. В Син. У нас тут раз. Раз. Два. Три, по-моему. Зоны. Три зоны. Ну, одни. Такое, вот. Поселение. В Магаданской области. Горобки. Валерий-вы. Горобки. Хотя нет. Валерий-ву. Валерий-вы. Вот так, когда таким темпом идешь, через какое-то время разогреваешься и тебе пофигу мороз, снег, дождь, главное интенсивно идти. Интенсивная ходьба, как и езда на велосипеде, она разогревает, почему говорят, спрашивается время, вам не холодно на велосипеде? Ну, когда я зимой катался на велике, блин, одно удовольствие, вы даже не представляете, как это классно. Единственный недостаток, когда спускаешься на спусках, в больших спусках, ты практически не шевелишься, и ветер холодный тебя обдувает, и ты, блин, замерзаешь на ходу прям. Это вот летом хорошо. 101-й пошел, когда аэропорт. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, ветер внух. Сейчас спустимся на структур, по льму пройдемся. Так, ну это вот, туда в посёлок, дорожка заворачивалась. Вот так классно, походу такая, если ветра не было, вообще классно. Я напоминаю, 14 градусов, 17 февраля, пятница, фух, сегодня можно и ванну принять, банный день себе устроить. Стирку пока не намечаю, может завтра за стиркой займусь. Друга на меня умер в июле, так больше тут я никому не хожу в гости. Нету у меня тут таких друзей. Был Юрка. Блин, какая досада, блин. Часство ему небесное. Хороший мужик. Тут я его и мало знал, всего два года. Но, по нынешним меркам, я с ним плотно общался, так друг друга звонили. Званивались, узнавали, как дела, настроения. Короче, познакомились на скамейке во время перекур. Там у них хорошая скамейка была, я туда подъезжал на своем велике и перекуры делал. И вот там, на этой скамейке я с ним познакомился. Слово за слово. Он, кстати, мне вот эти вот ботинки прошивал. Шил, у него машинка была, он прошивал мне. Классно. А я всё угадал, где же мне... Я, кстати, специально, вот у меня начали подошву отклеиваться. Ну, ещё до него. Я их не стал выкидывать. Думаю, блин, всё-таки найду я сапожника. И они у меня лежали до поры до времени. И тут я с Юрбасом как-то один раз разговаривались. И он мне пожаловался, что вот, что-то заказов мало. Там раз сезон прошёл, вот летнее, лето наступило, вот, говорит, заказов мало. Обычно весной у него там основной напор идёт. Весной и зимой. Короче. Ой, в начале весны и в начале лета. Ой, зимы. Тут я летом с ним разговаривался, он мне говорит, мало заказов. Я говорю, а чё ты, что ты делаешь? Он говорит, а я шью это обувь. Там замки всякие пришивает на эти. Я говорю, о, блин, у меня же там ботинки есть. Мне надо их прошить. Подошва, блин, начинает проклеиваться. О, говорит, приноси. Ну, короче, на следующий день я ему затаскиваю. Он мне где-то, ну, за час, пока мы там с ним разговаривали. Он, врук, прошил. Говорит, а, нет, я ему отдал, и он, короче, на следующий. В этот же вечер, говорит, доходи это. Забирай. Я говорю, о, как? Я говорю, слушай, я заберу туда, когда у меня деньги будут. Подожди немного, вот. А у меня как раз их зашил. И вот они у него два дня пролежали. У меня деньги поступили, я быстренько к нему рассчитался. И, кстати, он мне за прошивку всего-то 800 рублей взял. Я говорю, а чё так мало-то, где больше? Я говорю, да. Со своих братьев. Но если он меня за своего считал, то почему и мне его? Короче, вот так вот мы с ним скарефанились. Кстати, тем летом я как раз весной договаривался с ним. Я говорю, чё, давай, что-то такие сделаем, как мы где-нибудь на природу сходим тут по близости. Говорю, да, да, всё, добра. Купим то, что всё-всё сделает. Замаринует мясо. А я хотел именно такого, блин. Либо баранину, либо свинину. Ну, мясо настоящего, не курица. Он про курицу начал говорить. Я говорю, давай, лучше мясо нужно. Ну и, короче, договорились летом, к лету где-нибудь там собраться. И он с дочкой будет, и я один. С музыкой и так далее. Ну, весело. Ну, ещё он пилочку, поэтому он ходил на египет. Я пил, но я на него ворчал. Я говорю, бля, хороший. Он тут один раз при мне что-то забухал, блин. Я говорю, всё, добряк, пьёшь, я к тебе не захожу. Без вопросов. Я вот как-то дочку его встретил. Говорю, чё там, папка, папка не бухает? Он говорит, нет. Я говорю, ну всё, тогда сегодня зайду в гости. У нас, кстати, реклама вот такая вот. У нас постоянно это. Сдаю квартиру по суточной. А.П. Сокол. А.П. Сокол. А.П. это, не знаю сколько. И объявления такие висят, воткнутые в это. В снег. В снег. Как к самолету мы можем пойти здесь, нет? Сейчас смотрю, даже тропинки нету. Охренеть. Ага, нету. Никто не роет. Всё там в снегу. Ну, классно, блин. Чё сказать. Аэропорт работает. Ну, может он и работает, но... Для... Пассажиров... Никаких благ. Уезжающих, уезжающих. Короче, так называется, хозяина нету. Ужийщик. 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 Все дорожки. Все лестницы. Ужийщики. Короче, сейчас... К лесу пройдёмся. В лес зайдём. Зайдём, я там саморус покурю иду, говорю, что там. Простите меня. Такая моя доля. Я сейчас ходил. Сопливо. Практически гайбарит. Вот так уже. Ветер северный. Ветер. Ветер северный. Ветер северный. Ветер везде. Нам туда. Это у нас гостиница Первая Штабь Вот тут магазин Смотрим, что у нас тут По-моему, тропинку занесло Вот она, тропинка Очищенная Просто так, дай я углубиться и остановлюсь Непелеку Кстати, насчёт Повышения к пенсии Я не знаю, какая она была, не была Да вроде бы не была Потому что за январь я получил Посчитал В декабре я больше получил Ну, где-то рублей на 200 Тут точно Ну, сейчас пойдёмте немножко туда На солнышке Вон угол того Чтобы было видно И туда И сюда Вот тут постоим И закурим В общем В декабре я больше получил, чем в январе Как этот пенсионный фонд Считает Кстати, надо Перевести Чтобы, блин Деньги я в другом банке получал Что-то мне симпатизирует другой банк Я имею ввиду Этот, как его ВТБ Вроде он такой серьёзный банк Я штурбанк Дядька там серьёзный А не этот Глеб Что-то я ему перестал доверять Хотя сервисы у них хорошие, конечно Тут ничего не скажешь Но я думаю В ВТБ Есть твои сервисы Хотя там Надо узнать Зайти В ВТБ Тут в этом банке Кстати Мне За январь Или февраль За февраль Пришло два перевода Один полторы тысячи Другой тысяча рублей Я вот не знаю Откуда это Чьи это деньги Кто мне перечислил Проскодировав я вот этот Перевод Короче, получается Что я сам себе Якобы, блин Переслал эти деньги Откуда Как Пошёл узнавать В этот В Сбербанк Там мне так Ничего толком не сказалось Звоните В этом В этот Ну куда-то Кулцентр Кулцентр я позвонил Начал узнавать у них Они мне так сказали Мы не знаем Кто это перевёл Откуда И чьи-то деньги Если Если к вам Начнут Обращаться На что я им ответил Ко мне они не могут Обратиться Потому что у меня Стоит блокировка На номера На чужие На незнакомые номера Так что они мне не позвонят Никак У меня Они там Что-то Этот Оператор Толковал Что Типа Это Ну если Обратятся К нам То Зыщут Эти Деньги Там Полторы И Тысяча рублей Причём Они разные Эти С разных мест Мне прислали Эти деньги Думаю Ну ладно Пускай лежат Ну потом Я всё-таки В город поеду И уже Там В офисе Узнаю Там Люди вроде Как должны быть Продвинутые В городе Чем у нас Тут На этом На Соколе Они там На них Чё-то большие Жалобы идут На сотрудников Грубые Долго Обслуживают И так далее В общем Вот такая штука У меня вот Полторы тысячи Ой Две с половиной Тысячи Получается Мне прислали Я не знаю Кто это такие И Что с ними делать Ну я потом Я вот Я их переведу На На Гоупро Короче У меня получится Сейчас так 11500 У меня так 11500 И это получается 13000 Будет Уже Плюс Две с половиной Еще я Я их Свои Закину 2000 Это уже будет 15 Короче Жду Жду Не дождусь Когда я соберу Мне надо До начала лета Собрать Хотя бы Это вот Когда я начну Активно катать Мне потом Надо будет Еще Хотя бы Одну планку Прикупить К К К К К К К К Как Оперативку Вот у меня стоит 12 Гигабайт 12 Оперативка 12 гигабайт оперативки и мне надо увеличить до 16 то есть вторую планку по 8 гигабайт туда поставить у меня надо прикупить еще одну планку насчет видео карты я не знаю моя потянет 60 ты их 650 на старая не знаю по моему на 2 гигабайт оперативки не знаю потянет мне с контентом я имею виду на go pro 4k на 4k не буду снимать хотя бы в 2k но мне самое главное это стабилизация первая стабилизация второе уровень горизонта на третьем месте уже разрешение 4k 4k я то что это во первых много весит хотя бы звака так что будем посмотреть тут люди ходят собачка вторая собачка 8 короче на первом месте у меня стабилизация стоит по уровень горизонта на последнем месте у меня качество стоит хотя 1080 мне вполне бы удовлетворило но я вот смотрю на своем компьютере youtube и ставлю разрешение при просмотре не 1080 а ставлю 1100 с чем-то там я смотрю такая картинка вообще блин все лица можно разглядывать можно вот идет человек снимает и вот там по москве смотрел такие все четко и это все проглядывается все просматривается вот так люди ходят там хоть на 10 метров на 5 метров на 5 метров видно лица людей а я вот когда вот сейчас снимаю на 720p тут 2 метра тут двух метров не может различить лица человека это древние технологии еще двухтысячных годов мы уже живем в двадцать третьем году году кстати блин свое время я вот когда молодым был в двадцать третьем году 2023 году мне вступлю 60 лет такой старый человек буду ну вот как-то так единственно чтобы единство что это меня удручает моим состоянием на сегодняшний момент это вот давление моя скачет и плюс крис был от него блин последствий блин дофига ну здесь конечно сказывается то что я и курю не могу и бросить слабый человек хотя мои друзья уверены в другом это не один уже говорю что я это сильный какой сильный ну по крайней мере один человек из нашей группы велосипедиста он говорил мне что я вот катая на уровне всех вот молодых их молодых катал по крайней мере до двухтысячного года тысячи до двухтысячного первого года в общем катал так что это день и ночь на дальнее расстояние и так далее но сейчас такого конечно нет вот еще одна вот вот эта тропинка она самая короткая путь в аэропорт она такая а это вот красивая короче получается так что это со здоровьем не очень лады я вот прошлом году съездил скатался на этот на этот на сплавную оттуда приехал еле-еле быть на ногами волочил уже до дому практически пешком добирался в доехал до парк до парка да там на скамейку завалился и там отдыхал я не знаю сколько потом все-таки пешком блин начал путь свой до дома в общем где-то у меня есть запись это сплавная называется это один ездил кстати этом познакомился с аборигеном на сплавной я не стал его выкладывать там немножко такая это я к нему в дом зашел они там как раз это вдвоем сидели бухали похмелялись или бухали но короче меня пригласили я там с ними чая попил в общем разговорились я немножко поснимал у него там но я не стал это выкладывать во-первых я у него разрешение не спрашивал и во вторых я еще намечал к нему туда смотаться но по пришел по прибытию сюда на сокол я блин понял что я уже будет второй раз вряд ли смогу совершить такой путь поэтому надо что-то делать и еще раз в этом году хотя бы с туда смотаться и надо витаминки они дорогие они дорогие это метки стоят две тысячи рублей я вот не знаю я куплю наверно на лето себе такие они мультивитамины очень хорошие такие американские не дай бог они еще сейчас подпрыгнув в цене в последний раз я брал их они стоили вот этих две тысячи рублей так а мне хлеб надо еще взять пойдем к ту сторону хлеба нету я вот хлеб не взял потому что потому что пойдем вот по этой дорожке сейчас я там где-нибудь остановлюсь и переведу с одной карты на другую на ту карту которая у меня сейчас в кармане лежит потому что там наверняка уже денег нету я сигареты купил но уже сейчас на подходе должна пройти заплата ко мне пенсии она обычно шестнадцатого приходит сейчас уже семнадцатая пятница я говорю сейчас там какой-то перерасчет у меня видать сейчас в январе меня не это не подняли пенсия значит у них там идет перерасчет может в этом месте поднимут а если поднимут меня так и так мне нужно перечислить две с половиной вот эти вот две с половиной тысячи неизвестно из каких номеров мы прошли своя это как сказать ну прочее я вот на этот счет на экшн камеру сделал автомат перечисление 2000 в общем короче 4000 будет в этом месяце надо туда перевезти ну конечно к этому всему корт-плата ну там все остается это уже у меня на конфетке сигаретки ну там из продуктов что-то докупить должно хватать у меня примерно пенсия двадцать две тысячи с копейками плюс это я ничего не и дополнительных заработков у меня нету я бы с удовольствием куда-нибудь на работу устроился но я сам по себе чувствую что я не потяну и плюс а а а а сам по себе чувствую что я не потяну и плюс а 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 и и пусть меня и не берут вот тут уж тут трудно где-то устроиться на работу вообщем вот такая так если бы со здоровьем все было в порядке я могу куда-то Раньше у меня было желание куда-нибудь на вахту поехать, к сторожам. Прииск или так далее. На лето или на зиму. Сейчас я тут узнаю, сколько хлеб есть с заводской. Если есть, то я тут куплю лучше. У вас хлеб заводской есть? Нету. Пошли в другой. Почему я не люблю этот хлеб? Потому что делают много дрожжей и так далее. Но не делают шисты. Но зато потом при ступках хранения они становятся резиновыми. Я это не люблю. Поэтому, покупая заводской, он более-менее такой нейтральный. Он имеет вкус хлеба такого. Не дрожжевого, а вот какие тут тропики были. Мы в снегоходе проехали. Я специально зашел через лесок пройти, чтобы ветра мелче было. Чтобы камера не задувала. И так далее. Пятать. Пятая. Спорт.